приветствую любители москвы вы смотрите передачу зеленые уголки москвы ну и давайте уже так сказать закончим с медведковым и закончили мы вчера северное медведково ну а сегодня еще посмотрим южное ну южным уже немножко гуляли во первых сквер по улице молодцова он как раз разделяет южное северное и южное медведково то есть он как бы общий для двух районов плюс мы по яузе гуляли тут на сухонской сухонская она тоже как бы делится на две части улицы да часть улицы находится в северном медведково а часть южным так что здесь мы тоже гуляли ну и давайте посмотрим такой в общем то территории которая четко относится конкретно к южному медведково это ясный пруд вот он видите на карте показан недалеко находится уже от кольцевой дороги и от метро бабушкинской в принципе добраться до него не так уж и тяжело хотя конечно от метро так пешком трудно дойти можно скорее лучше нам на автобусе доехать вот ну давайте поближе сделаем собственно и но ясный пруд такое название конечно достаточно искусственное просто назван он по ясному проезду является эта территория местом отдыха в общем то районного значения несмотря на то что прудик такой маленький и скорее конечно больше подходит для местного значения для жителей окрестных домов которые рядом находятся этим прудом по одну и по другую сторону как раз этого ясного проезда а ясный проезд вообще непонятно почему назван ну просто по как говорится по предложению жителей ну ясный может быть ясный путь в коммунизм как то так можно обрисовать а даже все в советское время вот так назвали вот может быть просто как это какая-то ясность да ну что так ну короче такое название но достаточно неопределенное и трудно понимаемо чем руководствовались те кто так называть нам все таки имеет ввиду ясная цель как именно приход коммунизм ну в общем а пруд он соответственно так и называется по ясному проезду но и капитите находится в начале проезда рядом с проездом дежжнева два проезда тут так сказать дежжнев в отходит ясный проезд его ты нету два проезда фактически рядом находится и вот около них находится ясный путь как видите но Ну, является он, конечно, объектом притяжения, такой вроде маленький прудик, затесался среди довольно такой плотной жилой застройки здесь, и неизменно он привлекает достаточно большое внимание. Хотя на самом деле, если вы посмотрите путеводители, справочники советских времен или современные справочники, вы знаете, вы практически нигде не найдете этот пруд как место для отдыха, да, то есть как вид досуга, да, то есть сюда, в принципе, как-то вот путеводитель не приглашает. И, в принципе, в Москве он как-то достаточно малоизвестен. Конечно, медведки его знают, и уж тем более те, кто живет здесь, конечно же, знают. А так вот в Москве спроси ясный пруд, я думаю, что далеко не каждый скажет вообще, где он находится, ну уж не говоря о том, что далеко не все на нем бывали. Как видите, рядом с ним протекает речка Чермянка, вот, и кажется, что как будто бы пруд находится как бы сам по себе, да, то есть вроде вот, ну, вот Чермянка, а пруд он как бы сам. Ну, на самом деле, это действительно правда, но это правда сейчас. А когда-то раньше от Чермянки отходил ее приток левый, то есть был один такой, ну, как бы небольшая такая речка, ручеек здесь протекал. Сейчас мы его не видим, потому что тут все закопано, туда враги были, был овраг, и когда-то был еще хутор. Ну, хутор – это такое небольшое поселение, да, ну, несколько домиков, даже надо там один домик, да, как бы на хуторе это что-то такое, да, отдаленное, удаленное, где как бы особняком живут, да, в таком плане. Ну вот, и здесь, как бы, я так понимаю, ну, жило, скажем так, несколько домов деревянных, деревенских было, да, вот, хуторских. И был такой хутор, овраги здесь были, такая местность овражистая была, и вот в одном из оврагов протекал такой вот ручеек, да, то есть приток речки Чермянки. И вот именно на этом притоке был как раз создан вот этот вот ясный пруд. То есть этот пруд, он был не просто как бы сам по себе выкопан, да, средь чистого поля, да, нет. Здесь он был именно создан на ручейке, который сейчас мы не видим, но как бы вот, но когда-то он находился. Сейчас его нет, и поэтому пруд, он воспринимается как будто бы оторванный, как будто был сам по себе. Но еще раз повторюсь, что когда-то здесь протекала речка. Здесь, кстати, даже потом возник химический завод, целый химический завод, который вот как раз, собственно говоря, вот на берегу этого пруда стоял, и туда подальше, вот вплоть до Ежнева, заповедная улица здесь вот, заповедная идет. И вот здесь он находился как раз вот пруда. И находился он здесь, кстати говоря, ну где-то, по-моему, до 70-х годов, если даже не позже, если даже не до 80-х. Ну нет, наверное, 80-х все-таки уже не было, но вот где-то так. То есть где-то начало 70-х, вот может быть даже середина, где-то так. Ну потом ее ликвидировали, и тут вот везет наша жилая плотная застройка. Дома мы видим 12- и 16-этажные, ну такие типичные советские дома, конца 70-х до 80-го года постройки. То есть он весь окружен жилыми домами, он как бы весь такой сжатый, прудик небольшой, размер его, в общем-то, всего 110 на 65 метров, если взять, да, то есть длина, ширина. Вот, ну и так он, в принципе, затисан между домами, и, конечно, в основном сюда приезжает отдыхать, ну не приезжает, а приходит отдыхать местные жители. Вот, здесь с детьми гуляют, просто дети бегают там, ну и так, в принципе, просто старики любят тоже гулять, с собаками иногда гуляют, ну как-то так. То есть, в основном, местные, кто живет здесь, те и гуляют. Специально сюда приезжает мало, потому что, опять же, повторюсь, во-первых, он мало знает этот пруд, а во-вторых, он, в принципе, ну совсем уж маленький, да, крошечный. Ну, глубина его, знаете, в справочниках указывается глубина 2,5 метра, но, знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, что 2,5 метра, мне кажется, он все-таки не такой глубокий, ну может где-то метр, полтора, ну где-то так. Ну, может быть, какие-то отдельные части, даже, может, по 2 метра, ну, 2,5, это сомнительно. К тому же, понимаете, пруды, они же имеют такую способность заиливаться. И, а если, когда пруд заиливается, он, естественно, становится менее глубоким, более мелким таким, да, это понятно. Вот, и поэтому этот пруд, он постоянно заиливается в силу того, что у него сейчас нет тем более естественного питания, он постоянно заболачивается, постоянно зарастает, его опять чистят, спускают, опять его очищают, опять он наливает заново воду, опять он заболачивается. И этот процесс, он проходит, как бы, периодически один раз в несколько лет. То есть, его сколько раз уже только не чистили. Ну, вот, даже вот последние, там, за последние 20 лет его чистили, ну, по крайней мере, раза 4. То есть, в 2005 году были работы, в 2008 году, в 2017 году, и вот, знаете, в прошлом году были работы, то есть, в 2021 году, последний раз вот его чистили. Ну, то есть, чистят практически постоянно. Очень сильно заболачиваются всякой, всякой там осокой, кувшинками разными там, ряской, водорослями разными и так далее. Ну, короче, как обычно бывает. И даже сейчас, вот, не стоит только почистить, его опять заполняют, а питается он, судя по всему, сейчас, конечно же, водопроводной водой, ну, то есть, принудительным, скажем так, питанием, естественно, уже, иначе бы он давно бы уж обмелел, бы высох. Вот, ну, принудительно поддерживают, я так понимаю, что, естественно, в нем хоть какой-то уровень воды, вот, но все равно он постоянно заиливается, потому что, фактически, он весь, так сказать, оторван от такого постоянного источника питания. Вот, и от живогрутовых вод, и, соответственно, от речки Чермянки, от которого раньше шел приток. А плюс, поскольку еще к тому же делать постоянно еще там его забетонировали, сейчас там сделали деревянные, вбили сваи там, да, бревенчатые подпорки такие сделали, да, то поскольку плюс еще дорожки проложили по его берегу, вот, да, то еще плюс это, а еще и дальше идет уплотнение почвы, еще больше, так сказать, все это урбанизируется. И, в результате, там совсем уже питания почти нет, и еле-еле там все это дышит, скажем так, эта конструкция. Вот, ну, когда-то, да, здесь такая облавольница, когда еще, в общем-то, действительно был хутор, и потом, когда дома построили, здесь были чуть не пляжи, люди купались, вот, загорали, тут пьянки устраивали, гулянки там прям, тут была такая довольно большая растительность, много было кустов, деревьев. Сейчас почти ничего не осталось, а раньше все вырубили, а раньше было действительно такое большое раздолье, и люди тут прям приходили, особенно в выходные дни там, на праздники, и тут прям устраивали действительно такие настоящие прям посиделки, попойки, ну, загорания, такие солнечные ванны, купались, рыбу ловили, много рыбы было здесь. Ну, настоящий, когда был пруд, не такой же сейчас, вот, ну, в общем-то, и караси, и верховки там, и даже окунь ловили, ну, сейчас не знаю, можно ли тут окунь, вряд ли поймаешь, ну, может, ротана там поймаешь, ну, карася, не знаю, вряд ли. Утки тут водятся, да, до сих пор можно уток встретить, ну, утки, они где только не водятся, на Ялзе их много, здесь вот, на Чермянке, естественно, ну, и здесь они тоже бывают, может, не так много, но есть, так что можно посмотреть, вот. Вот, ну, зимой раньше делали каток, еще, кстати, с горки катались, вот, с горок катались, да, такие были, ну, тут такая была более такая вражеская местность, более холмистая, и была возможность прям вот, прям скатывались, ну, может, не очень большие горки, но все-таки были. Ну, сейчас уже не скатывают, скупаться запрещено, рыбу, не знаю, что там можно поймать, не знаю, бычков, наверное, каких-нибудь только, если, может, тротанов, вот так, а так вряд ли чего поймаешь. Так что в настоящий момент все в итоге скукожилось до того, что здесь просто можно погулять вокруг пруда, смотровую площадку сделали, ну, короче, давайте смотреть, вот этот пруд, как он выглядит в натуре, да, видите, до сих пор не успели почить, уже зарастает, вот. Вот, и вот вокруг него по периметру выложена такая вот дорожка, соответственно, вот, вот он, ясный проезд, автобус здесь, остановка рядышком находится, так что без проблем можно доехать там, вот, так что вот. Ну, вот домики тут, да, купаться запрещено, понятно, вот это такая, типа, смотровая площадка, вон, рябинка растет, одинокая, да, ну, растительности, как видите, мало, вот, ну, прудик тоже маленький, вот, видите, одни дома сплошные тут везде окружают его. Да, вот это такая смотровую площадку сделали, бревенчатую, кстати, тоже, вот, ну, можно вот выйти, посмотреть. Да, и вот такие вот, вокруг идет такая вот дорожка, соответственно, естественно, плиточная, ну, тут же скамейки, кстати, вот, можно посидеть, тут не только погулять есть, вот, может, там еще дальше скамейки, детские спортивные площадки тоже вокруг есть, ну, они как бы такие, знаете, и придомовые, и около пруда, то есть, они как бы такие вот. Ну, в основном тут, естественно, физкультурой занимаются, с детьми гуляют, естественно, в основном жители окрестных домов, там же детский сад рядом находится, даже, по-моему, еще два детских сада, ну, так, ну, народу много живет. Ну, вот так вот, это вид, в сторону ясного проезда тоже. Ну, видите, купаться запрещено, написано, состав воды опасен для здоровья. Ну, не знаю, кому придет в голову купаться в таком пруду, конечно, не знаю, вот, ну, если что. Зато можно здесь, вот, видите, немножечко так вот посидеть, что-нибудь употребить даже. Ну, наверное, вообще пьянсу, конечно, запрещено, понятно, вот, ну, я думаю, тут, наверное, может, употребляют, конечно. Ну, вот, так что, вот, видите, тут, как получается, даже как бы терраса, видите, две дорожки идут, одна и вторая. То есть, если хотите, можете гулять непосредственно около воды, ну, если что, можно на верхней террасе, как бы, гулять на поверхности. То есть, такая возможность тоже есть. Так что, несмотря на то, что пруд вроде совсем маленький, но, однако, все-таки, видите, пространство какое-никакое вокруг пруда есть. Вот. Ну, вот еще одна детская площадка. Ну, так вот можно погулять, побродить, походить. Ну, в принципе, конечно, за 10 минут спокойно даже мелким шагом можно этот пруд обойти, а быстро за 5 минут, а то и быстрее даже. Ну, а если так вот погулять, помечтать, туда-сюда посидеть, ну, тут, в принципе, конечно, можно провести там часочек-другой, в общем-то, у этого пруда. Ну, насчет больше не знаю, может быть, и больше может. Ну, с собаками гулять, у меня там детская площадка. Тут же гаражи вон там, еще вон, спортивная площадка, утренажеры есть. Ну, короче, вот так вот эти гаражи туда дальше, к речке Чермянки, в эту сторону, вот такие дома. Ну, короче говоря, смотрите сами, насколько все это интересно. Конечно, приехать можно, особенно если так по случаю какому-то специально, не знаю. Здесь проблема в чем? Мало зелени, да, раз. Во-вторых, мало пространства, плюс третье, много народу. Мало пространства и много народу. Вот. Ну, вот это, наверное, самое главное. То есть, да, ну, и все время, конечно, на виду. То есть, открытое пространство, ну, опять же, повторюсь, мало зелени, открытое пространство, и еще к тому же маленькое. Поэтому все как бы вот, народу довольно-таки много, но, в общем, в таком плане, поэтому. Ну, зато, кстати, не очень шумно в этом плане. Ясный проезд, он не очень шумный, поэтому здесь, в принципе, достаточно спокойно. Ну, плюс-минус, конечно, если так можно говорить, потому что все равно рядом жилые дома, и так или иначе, от них, кажется, шум идет. Ну, такое вот место отдыха в Южном Медведкове конкретно, да, северо-восток Москвы. Так что имейте в виду, и сюда тоже можно приехать погулять.